Всем привет, с вами Фадеев Руслан и Wrestling Digest за неделю. Начинаем! Понедельничное Ро началось с ток-шоу VIP Lounge, на котором MVP и Дольф Зиглер перемыли косточки чемпиону WWE. Сам Дрю вышел на ринг и отметил, что в последнее время много думал о прошлом, и пришел к выводу, что они никогда не были друзьями. Дольф просто использовал его в своих целях. Он говорит, что уничтожит его на Extreme Rules и внезапно вырубает его. Похоже, что Дрю учился у лучших. Продолжается противостояние викингов и мексиканцев. На этот раз они встретились в матче на выбывание. Кстати, никогда такое не понимал, по мне так матчи на выбывание должны быть хотя бы в формате 3 на 3. Ну да ладно. Андрада и Гарза на этот раз неплохо поработали в команде и добились победы. Руби Райт все-таки нашла себе подругу, а именно Бьянку Билэйр, и вместе они смогли дать отпор Айкониксам. Я очень рад, что Бьянка вернулась на ТВ. У нее есть все, чтобы в будущем стать чемпионкой. Неожиданно на экраны вернулась и Шейна Безлер. Она избила нескольких ниндзя Тазавы и предупредила женский дивизион, что им необходима доза реальности. Сет Роллинс завел свою шарманку о том, что никогда не хотел навредить Рэю Мистерио. Он всего лишь исполнял пророчества. Но теперь ему придется довести дело до конца и полностью ослепить его. Это будет конец для Мистерио, но при этом новое начало для Манды Найт Ро. Кевин Оуэнс поражается тем, какой же Сет подонок, что из-за него такой добродушный парень как Рэй стал одержим идеей вырвать чей-то глаз. Также он думает, что Сету пригодится повязка на глаз. Далее состоялся матч Алистера Блэка против Мёрфи. Блэк все еще селил травму, поэтому бой вышел не самым интересным и закончился дисквалификацией. Поединок Сета и Кевина был куда продолжительнее, но тоже показался мне скучноватым. В итоге Оуэнс одержал победу, а Рэй вновь пообещал, что в воскресенье Мессия лишится одного глаза. Рэнди Уортон в коротком матче победил Арт Руфа. Также он собирался провести пандкик, но его остановил Биг Шоу. Убийца Легенд говорит, что вообще-то этот удар предназначался именно ему и вызывает Гиганта на несанкционированный матч на следующей неделе. Бобби Лэшли снова победил Рикошета в очень быстром, но приятном поединке, а после матча досталось и его напарнику Седрику. В мейн-эвенте же состоялся матч за женские командные титулы WWE. Бейли и Саша Бэнкс против Аски и Кайри Сейн. Нормальный матч, но я уже говорил, что от нынешних чемпионок я подустал. Да и в титульную смену особо не верил, так что смотрел на все это без особого интереса. Саша и Бейли успешно защитились. Последний выпуск NXT начался с промки новоиспеченного чемпиона Кита Ли. Он понимает, что теперь каждый из раздевалки NXT хочет получить ту же возможность, что и он. Но дело в том, что он не сам себя сделал. В достижении этой цели ему помогли многие люди. В том числе Доминик Дайджаковик, который в каждой схватке испытывал его на прочность. И Кит хочет, чтобы именно он первым поборолся за эти два титула. Этот поединок прошел на том же шоу и порадовал достойным рестлингом. Конечно, между ними были бои и поинтереснее, но в целом мне понравилось. Кит Ли одержал победу, а после матча к рингу вышла Скарлетт и высыпала из мешка то, что осталось от песочных часов, которые сломал чемпион. За кулисами у Доминика завязалась драка с Кэррианом Кроссом, а на следующей неделе мы увидим полноценный матч. Также на шоу состоялся поединок Дэмиана Приста и Кэмерона Граймса. Неплохой матч, но если честно, я ожидал немного большего. Прист наконец-то отомстил деревенщине из Северной Каролины и уже посматривает в сторону главного чемпиона. Тимоти Тэтчер показал своим ученикам, как он победил Оуни Лоркана с помощью Фудживара Армбара. Он рассказал, что ему важно не просто заставить соперника отстучать, а заставить кричать его от боли. Впоследствии Тэтчер быстро победил Дензела Дажерне и продолжил издеваться над ним с помощью болевых, пока на ринг не выбежал Оуни Лоркан. Роберт Стоун не забыл, как неделю назад его переехали на танки, а потому он с Алией вышел на арену во время матча Шотца Блэкхард против Инди Хартвелл, и они помешали Зеленоволосой Бестии одержать победу. Чуть позже был какой-то безумный сегмент, в котором Киллиан Дейн спорил со Стоуном, но в итоге рассердился на рисунок Декстера Люмиса и потребовал матча против него. Легадо Дель Фантазма празднует свою первую совместную победу и обсуждают планы по созданию своей империи и прославлению искусства Луча Либре. Главным событием NXT стал матч за женское чемпионство NXT, Ио Ширай против Теган Нокс. Кстати, на прошлой неделе Нокс совершила каминг-аут и рассказала, что встречается с девушкой. Ну а что касается матча, технически он был исполнен замечательно, но эмоциональной составляющей немного не хватало, все-таки Теган не достает какой-то индивидуальности что ли. В итоге Ио защитила чемпионство, а на рампе ее атаковала Дакота Кай. На пятничном смэкдаун состоялся поединок между Сазара и Биг И, победитель которого мог выбрать, по каким правилам пройдет матч за командные титулы на Extreme Rules, либо в стальной клетке, либо матч со столами. С помощью своего напарника швейцарец одержал победу и, вспоминая недавние события, он выбрал матч со столами. Alexa Bliss подготовила свое ток-шоу с неизвестным гостем, но ей никак не давали его представить. Сначала чрезмерно возбужденная Ники Кросс решила, что речь идет про нее, и стала чувственно рассказывать о том, как она станет чемпионкой в это воскресенье. Затем появились Бейли и Саша Бэнкс и стали хвастаться тем, что именно они стояли у истоков женской эволюции, которая началась ровно пять лет назад. А тем загадочным гостем в итоге оказалась Аска, однако конструктивного диалога не получилось, и все это свелось к матчу 2 на 2. Бейли и Саша против Аски и Ники. Обычный командник с еженедельника, ни больше ни меньше, Бейли в очередной раз удержала Ники с использованием каната, и это поражение сильно подорвало уверенность Ники в своих силах. На нервах она нападает на Бейли со спины, так что другим девушкам приходится разнимать их. Брей Уайт уже ждет Брона Строумана у себя на болоте. Он заявляет, что это место особенное, злое, и однажды ступив на эту землю, часть тебя останется здесь. Строуман не может совладать с теми силами, которые он ему дал, а потому Уайту придется уничтожить монстра, которого он создал. В ответ чемпион вселенной зачитал мощное промо о том, что он готов вернуться домой, встретиться со своими страхами лицом к лицу и покончить с этим раз и навсегда. В таком эмоционально заряженном состоянии Строуман буквально уничтожил Джона Моррисона, он даже не смог покинуть арену без помощи Миза. По мотивам конкурса караоке с прошлой недели мы увидели матч-реванш Лэйси Эванс и Наоми. Первая Леди Смэкдаун воспользовалась очень грязным приемом и запутала волосы соперницы об канат, после чего добила своим коронным ударом с правой. Джефф Харди рассказал, что противостояние с Шеймусом напоминает ему борьбу с зависимостью, от него никуда не деться и ему приходится принимать вызов и драться. Тут в него прилетает неожиданный броу-кик, а их потасовка в баре состоится на следующем Смэкдаун. В мейн-эвенте прошел матч за интерконтинентальное чемпионство AJ Styles против Мэтта Риддла. Не самый скоростной, но в целом приятный поединок по меркам еженедельника. Риддл довольно уверенно шел к победе, но все-таки проиграл после внезапного сворачивания. Затем соперники пожали руки и тут на бро со спины напал король Корбин. Чемпион решил не вмешиваться в происходящее, а Риддлу достался End of Taze. A.W. провели специальное благотворительное шоу Fight for the Fallen. Началось оно с матча за чемпионство TNT – Коди против Сони Киса. В целом неплохой матч, но если честно, мне тяжеловато воспринимать Сони всерьез. И кстати, Арн Андерсон был явно недоволен тем, что Коди так долго возился с объективно более слабым соперником. Следующий матч – Lucha Brothers против FTR. Достойный рестлинг в исполнении одних из лучших команд в мире. В концовке Декс сорвал маску с Феникса, за счет чего удержал его до трех. После матча Янг Бакс вырубили Бутчера и Блейда и вернули хозяевам ключи от их украденного пикапа. А Кенни Омега принес им по баночке пива в знак примирения, но в итоге оно оказалось у него на голове. Крис Джеррика патролил фанатов и завел свою любимую тему о том, что только демо-рейтинг имеет значение в «Войне по средам» и назвал себя королем демо-рейтинга. Также он заявил, что на прошлой неделе он провел один из лучших матчей в истории AEW, но фанаты не увидят реванша, потому что Кэссиди не достоин этого. В итоге на Inner Circle вылилась целая бочка апельсинового сока и разозленный Джеррика, похоже, все-таки передумал. Далее состоялся матч 3 на 3 – Элита против Jurassic Express. Очень зрелищный и динамичный поединок, который произвел на меня приятное впечатление. Элита ожидаемо победила, но самое интересное, что Кенни Омега стал проявлять больше жестокости и продолжил избивать Марка Станто уже после матча. Элли и Брэнди Роудс победили двух Джобберов, но что к чему и что у них за отношения я так толком и не понял. Подозреваю, что для этого нужно следить за YouTube-шоу AW Dark, но это выше моих сил. Менеджером Найлы Роуз оказалась Вики Геррера. Она предупредила весь женский дивизион, что вместе они заберут все возможности, о которых они мечтали. В мейн-эвенте нам заготовили долгожданный матч Брайана Кейджа и Джона Моксли за мировое чемпионство AEW. Не могу сказать ничего плохого, но и особых эмоций я от него не получил. По сути, матч как матч. Но концовка показалась мне интересной. Моксли долго мучил соперников болевом на руку, и Тесс, помня о том, сколько месяцев Кейдж залечивал травму, решил уступить в этой битве и выбросил полотенце на ринг. В итоге Моксли остался с титулом, но Кейдж не собирался оставлять его в покое. Как вдруг свое возвращение совершает Дарби Аллен. Он не забыл, что именно Кейдж отправил его на больничную койку. Напоследок пробежимся по событиям Слэмиверсари от Импакт Рестлинг. Сюрпризы начались еще за день до шоу, когда было объявлено, что контракт с промоушеном подписали Гэллоус и Андерсон. Многие ожидали, что именно они ответят на открытый вызов Раскалс. Но нет, это были Motor City Machine Guns, одна из лучших команд в истории ТНА. Они победили Раскалсов и уже бросили вызов командным чемпионам. Матч против The North состоится на ближайшем импакте. Еще один сюрприз – это появление Хита Слейтера. По сюжету он еще не подписан к компании, но его давний товарищ Райна пообещал позаботиться об этом. Крис Бэй победил Уилли Мака и стал новым чемпионом Х-дивизиона. Для меня это было особенно приятно, ведь пару месяцев назад я записывал подкаст с Крисом, и я безумно рад за него. Кстати, в закрепленном комменте я оставлю ссылочку на подкаст, если вдруг не смотрели. Довольно неожиданная титульная смена произошла и в женском дивизионе. Недавняя дебютантка импакта Диона Пураза, знакомая многим по выступлениям в NXT, победила Джордин Грейс и стала новой чемпионкой. Также на шоу определилась и следующая претендентка на титул, которой оказалась Кайли Рей. Наибольший интерес вызывал, конечно же, мейн-эвент, в котором не был известен последний участник. Сначала всё было обставлено так, что это Рич Суон, который вернулся с больничного, но тут своё возвращение совершил никто иной, как Эрик Янг. Соответственно, бой стал пятисторонним. По ходу матча, судя по всему, завязалось противостояние между двумя возвращенцами. Янг без всякой жалости пытался вызвать рецидив травмы, которую Суон только-только залечил. Ну а в концовке судьба вакантного титула решалась в борьбе Эдди Эдвардса и Эйса Остина. Более опытный Волк в итоге одержал победу и во второй раз в карьере стал мировым чемпионом Импакта. После матча Остин и Фултон собирались избить чемпиона, но ему на помощь пришли Гэллоус и Андерсон. Вместе они зачистили ринг, провели Эйсу Мэджик Киллер и выпили пивка. Казалось бы, на этом всё, шоу, безусловно, удалось. И тут нам показывают тизер, извещающий о возвращении ИСИ-3. Это просто охуенно. На сегодня это всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи на следующей неделе. Пока-пока!